Какое-то милое дело аптеки, да? Обратите внимание, в городе Магнитогорске ларьков стало практически мало. Ну, немножко ларьки, которые торгуют цветами, естественно, ларьки, которые торгуют мороженым, а больше ларьков-то и нет. Да-да-да-да-да. А куда остальные люди пошли? О, есть такая тема весьма интересная. Аптеки. Не будем говорить про эту аптеку, вообще аптек очень в городе стало почему-то много. А почему? Да потому что сам простой способ бабки заработать. Сейчас объясню. Не буду показывать, но есть такая штука, называется капельки в нос, да? Не часто она получается, но нужно иногда бывает. Хотя никто нам не рассказал, что процедура нашего становления в положении лежа включает в себя перепад давления, понимаете? Мы ходим, мы ходим, мы ходим, давление. Где у нас? Естественно, в ногах. Только мы прилегли, и кровь из ног перетекает куда-куда в голову, естественно. И поэтому у вас все заникает, ну, по самые кривые помидоры. Да-да-да-да-да-да. И вы думаете, что это у вас простуда? Нет, это не простуда, это просто кровь потихонечку начала перетекать из ног. Да, это случается. Еще больше оно случается с возрастом. И самое забавное, что эти капельки, которые реально стоят копейки, то есть я, насколько помню, они стоили 14 рублей. Сегодня и сейчас эти капельки внезапно стали стоить 34 рубля. Это просто обыкновенные капли, без всяких там тараканов, косяков, понимаете? Никто и не смотрит, что цены приподнимаются за последние 10 лет в 2 раза. Так, тишина, тишина. А если вы еще туда добавите всякие приспособления, типа капельки, которые будут в нос внедряться, и вот ваши ценники уже выросли в 150 рублей. То есть, понятное дело, да, что вот где нас обманывают? Да, это тема весьма интересная, не только здесь. Другая тема, а другая тема, сейчас в другое место придет, потому что, ну, здесь понятно. То есть, качество обмана – это наша с вами жизнь. Так ли это вообще? Проверим в другом месте. Да еще стало более интересно, когда мы за ним голосуем. Голосовали за представителя аптеки под названием «Классика». Эта женщина приехала в город Макдогорск из Челябинска от «Единой России». Ну, тогда проголосовали все за «Единую Россию». И что она сделала? Да не очень-то и много. Что сейчас, да? Мне такое странное впечатление, что что-то, видать, там поменялось. Потому что, я же еще раз говорю, аптека – это весьма интересное место бизнеса, своеобразное, понимаете? Можно что-то делать, но можно ничего не делать. И так или иначе, народ к вам придет, потому что лекарства вам необходимы. Хотя не в том суть событий, особенно что касаемо лекарств. Я не буду говорить, сколько они стоят у нас в действительности, потому что некоторые лекарства стоят в космос. Это отдельная тема. Некоторые лекарства тоже есть, но возникает вопрос, как они лечат. Как они лечат? Я не знаю, как они лечат. По одной простой причине я сейчас расскажу. О, а на примере антибиотиков, да-да-да. Есть антибиотики простые, которые вы можете везде и всюду покупать, а есть антибиотики, которые вам предлагают по рецептам. Так вот, самый простой антибиотик называется азитромицин. Ну, азитромицин 500, он везде и всюду продается для лечения такого вещи под названием каши. Да-да-да-да, азитромицин 500, азит 250 продается везде, без всяких тараканов и косяков. Кроме всего прочего, он у нас также и продается, как Сумомет. Но сегодня и сейчас вы это не купите, потому что вам это делать запретили. Но вам разрешают покупать другие лекарственные средства для контроля давления. И это мне в действительности не нравится, потому что, когда я был в Индии, допустим, да, азитромицин я мог купить просто. Но когда были проблемы с давлением, мне необходимо было подойти к доктору. Я быстренько сходил к доктору, она мне написала то, что нужно было. Хотя давление у меня было немножко по другой причине. По той самой причине, по которой я в 2013 году залетел в больницу. И у меня убрали часть мозга. Да-да-да-да-да-да. А оказывается, все было немножко в другом состоянии души и тела. Но никто об этом не знал. Из той же оперы, да, господа мои? Две аптеки рядом с вами. Мне что сейчас интересно, вот эта замечательная моя камера, которая позволяет снимать меня здесь в тени. И сзади, при достаточно большем освещении, мы снимаем наши замечательные аптеки. Хорошая камера. Будем надеяться, что рано или поздно будет самая лучшая камера, которая будет вам возможность давать одновременно переэкспозиционироваться, но используя большее разрешение. Это, думаю, что в пределах 10 лет это случится. Но самая лучшая, конечно, такая камера, которая на плече лежит. То есть вы должны понимать, что вот на этом небольшом перекрестке у нас 4 или несколько аптек, понимаете? Здесь даже нету слова про медицинские заведения, потому что мы находимся в районе вокзала. На вокзале сейчас есть аптека. О, прикольная штука, да ведь? То бишь, если во всем мире, ну, это я уже про нормальную страну говорю, она мне всегда нравилась, я там получил качественное лечение, то есть изумительный вариант был в Турции, да? У меня весь бронхит мы сняли за 3, за 3 суток, естественно. Капали, 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 и через 3 суток у меня бронхита не было. Вот там, естественно, рядышком с больницами есть аптеки, их много. А у нас аптеки есть везде, везде и всюду. То бишь, я не буду говорить, что это какая-то другая тема, но тема весьма интересная. Как вы можете спокойно зарабатывать бабки, ничего не платя нашему государству? Берите себе аптеку, ставьте туда ценники, и поверьте мне, вас никто не будет смотреть. Как вам такой вариант? Ну, я противник этого дела, потому что я противник вещей, которые забирают наши с вами с огромным трудом зарабатываемые деньги.